Всем привет, кто сегодня со мной будет готовить борщ! Для начала я хочу поблагодарить всех своих зрителей, кто меня смотрит, за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии. Они меня вдохновляют на новые подвиги. И хочу поблагодарить тех, кто мне подсказывает какие-то темы для новых съемок. Вот одна из этих тем сегодня будет, это приготовление борща. Одна подписчица мне написала, научите девчонок варить борщ. Девчонки, хочу вам сказать, если вы научитесь варить борщ, то остальные блюда вам будут вообще нипочем. Все остальное будет уже легче готовить. По-моему, это самое сложное блюдо. Здесь очень много компонентов входит. Самый лучший борщ, который я ела в своей жизни, это тот борщ, который варила моя бабушка. Я уже прожила много лет, кучу борщей перепробовала разных. И вкуснее борща, чем у бабушки, я нигде не ела. Вот сегодня мы будем готовить борщ, такой, какой варила моя бабушка. Еще хочу сказать, сколько хозяек, столько и борщей. Каждая хозяйка варит его по-своему. Основные продукты, они как бы присутствуют, но и то даже не все что-то кладут, а что-то не кладут. Поэтому единого правила, как варить борщ, нету, хотя об этом спорят. Любой борщ правильный. И даже я за всю свою жизнь делала разные вариации борща. В зависимости от обстоятельств. Например, если я на диете и мне нельзя мясной бульон, то я варила на воде, а в тарелку уже вложила кусочек мяса, который сварила отдельно. Но сегодня я буду готовить борщ на мясном бульоне. В общем, у кого высокий холестерин, тем бульон нельзя. Можно его вылить и сварить на воде. Так же, как я сказала, мясо уже в тарелку положить. Помимо борща на мясном бульоне, я также варила борщ вообще без мяса, борщ на воде. Делала отдельно зажарку. Но если на мясном бульоне, то зажарку делать не обязательно, потому что зажарка это еще дополнительное масло, это еще дополнительный жир. Он нам не нужен. Те, кто на раздельном питании, этот борщ подходит на обед, так как здесь кроме мяса и овощей больше ничего нет. То есть нет никаких углеводов. Есть я его буду без хлеба, и он совершенно соответствует моей диете. Итак, какие продукты нам понадобятся? Вы видите кастрюльку. Небольшая кастрюлька объемом около 3 литров. Кусочек говядины на косточке. Соль, перец соответственно. Дальше вы видите капуста, картошка, небольшая картофелина. Или одна большая, или две небольшие средненькие. Средний лучок, половина свеклы, бурак, кто называет как. Небольшая морковка, средняя скажем. Дальше нам понадобится болгарский перец, парочка помидоров небольших, пучок зелени, петрушка, укроп, лавровый лист и парочка кусочков чесночка, зубочков небольших. Вот все, что вы на столе видите, все это нам понадобится для борща. Сейчас нужно будет овощи почистить и нарезать. Картошечку кубиками небольшими нарежем, морковь и бурак нарежем соломкой. Лук небольшими кубиками, капусту нашинкуем миленькой стружкой. Еще хочу сказать, моя бабушка всегда в борщ ложила белый корень, или пастерна по-другому называются. Но тогда этот продукт продавали, в общем-то, свободно он был в продаже. Сейчас его все реже применяют в кулинарии и реже его можно встретить, потому что его купить можно только на рынке, у хозяев, у которой свой огород имеется, и они сами выращивают. Поэтому, ну, я на рынок не поехала, потому что времени нету искать его. Если у кого-то есть белый корень, обязательно положите, он придает свой аромат, свои нотки, и это будет просто объедение вкусный и пахнущий борщ. Итак, начнем чистить овощи. Девочки, я буду к вам так обращаться, потому что девчата учатся готовить борщ. Я взяла кастрюльку, положила туда мясо, залила водичкой, чтобы она покрылась, и поставила вариться. Не забудьте снять пенку, потому что как только начнет закипать, пенка побежит на печку. Не прозевайте это дело, снимите. Но мясо я потом выну, и борщ буду варить без мяса, а мясо положу уже в конце борща, либо уже в тарелку. Девочки, еще хочу вам сказать, чтобы бульон был прозрачным, для этого нужно не закрывать крышкой кастрюлю. И как только закипит, вернее даже начнет только закипать, только начнет образовываться пенка, убавляйте газ, во-первых, чтобы она естественно не убежала, вы можете ее всю не уловить. Значит, тогда делайте тише мощность на своей печке. Спокойно снимите пенку, и тогда убавляйте мощность так, чтобы кипела не сильно, а так, слегка кипела. И будет наша говядина вариться около часа. Я подготовила тарелку и ложку сразу, рядышком, чтобы сразу начать снимать пенку, как только она начнет образовываться. Главное, ее не прозевать. Вот у нас пенка начинает уже образовываться, и я потихонечку начну ее снимать. Вот начинает пенка уже подыматься, и начинает закипать. Поэтому я сейчас убавляю, пока на 5 поставлю, если что, потом добавлю, чтобы она слабо кипела. И убираем пенку. Еще хочу сказать, если у кого-то повышенный холестерин, и мясной бульон не рекомендуется, можно первый бульон слить. То есть, сейчас вот оно закипело, покипит минут 15-20. Потом бульон этот выливаете, заливаете опять холодной водой, или кипяченой водой. И тогда уже продолжаете варить дальше мясо. Тогда уже самые вредные вещества, которые от мяса, они уже в воду ушли, и вы их сольете. Пока варится наше мясо, я решила, наверное, вместе с вами порезать овощи, потому что я думала, что может кто-то из девочек не знает, как это резать, но я на всякий случай порежу вместе с вами. Уже, как говорится, делаем все вместе. Ну, я уже почистила картошку, порезала ее небольшими кубиками, и залила водой. Водой надо залить, чтобы она не темнела. Потом, когда, перед тем, как ее бросать в кастрюлю, мы воду просто сольем, и все. Ну, и дальше режем морковку. Режу тоже все по-разному. Кому-то нравится соломкой, кому-то кубиками. Ради бога. Главное, чтобы это были тоненькие кусочки, чтобы они проваривались нормально. Видно, да? И так же будем резать свеклу. Сначала такими пласточками, а потом опять-таки соломкой. Я вообще не повар, и поэтому режу вот как могу. А повара вообще это делают так быстро и красиво. Ну, я так не умею, извините, пожалуйста. Я обычно всегда это делаю, не торопясь, спокойно. Девочки, еще хочу вам сказать. Когда вы готовите какое-то блюдо, нужно готовить обязательно с хорошим настроением. И это ваше хорошее настроение, это позитив, добро. Это все передается продуктом, передается вашему блюду. Если вы в плохом настроении, если вы злитесь на что-то, то может быть невкусным блюдо. Это во-первых. А во-вторых, оно может не пойти на здоровье. От такого блюда может начать болеть там что-нибудь. Поэтому хорошего вам настроения и с настроением, с любовью готовим это блюдо для наших любимых, родных, близких людей. Вот теперь вы все порезали. Вам все видно хорошо, да? Ну и осталось нам порезать сейчас капусту на данный момент. Вообще, я сейчас нахожусь не у себя дома, а в гостях у дочки. Поэтому здесь нет моего любимого ножа. И другими ножами обычно хозяйки не очень-то с удовольствием это делают. Ну, я раньше этим ножом пользовалась, уже отвыкла, попробую сейчас. Чтобы нам порезать капусту такой соломкой, чтобы она получилась, для этого, ну, капустину, например, вы отрезаете кочан пополам по кочерыжке. И так как вот эти вот кочерыжки проходят вот таким вот образом, мы режем пласты таким образом, чтобы у нас получалась соломка. Те, кто это делает впервые, не торопитесь, руки не порежьте, потому что, ну, это все приходит навык с опытом. Я нашинковала капусту. Вот, смотрите, такой вот соломочкой получается она. Я думаю, этого объема будет достаточно, но если будет мало, то я потом еще чуть-чуть дорежу. Капусту кладите как вы любите. Кто-то любит борщ густой, а кто-то не очень. Значит, от капусты зависит уже, будет вам густой борщ или не густой. Делайте, как вам нравится. Тем временем я подготовлю уже остальные продукты, которые будем уже ложить в последнюю очередь. Вообще, я сейчас вот расставила на столе все в том порядке, в каком будем ложить. В первую очередь, это будут коренья, морковка, бурак, свекла кто-то называет, и лук. Это в первую очередь, оно будет вариться с мясом. Затем будем ложить картошку, и потом в конце уже будет капуста и вот эти вот витамины. Наше мясо варится. Я все-таки первый бульон слила и залила водой кипяченой горячей и варю уже дальше мясо. Мясо поварилось у нас уже около 40 минут где-то. И сейчас я буду закладывать уже туда коренья, то есть морковка, бурак и лук. И будет вариться оно дальше. Ложечка у нас рядом, потому что мы будем помешивать все это иногда. Все варится дальше. А мы пока тем временем будем резать уже наши вот эти вот овощи. Половины перца нам будет достаточно для этого небольшого объема. Режем сначала так, а потом небольшими кубиками. Также небольшими кубиками мы режем помидор. Я нарезала один помидор большой. Я думаю, этого будет достаточно, потому что помидор дает кислинку, но кому нравится с кислинкой, можете томата больше положить. Кто не очень любит кислинку, можно меньше положить. Я для себя думаю, что мне достаточно будет этого помидора. Дальше режем зелень. Зелень я мелко нарезала. И теперь нам осталось измельчить чеснок. Два зубочка чеснока, небольших, средненьких. Сначала мы раздавим ножом, а потом вот так вот быстренько мы его покромсаем на мелкие кусочки. Болгарский перец можно положить в одну тарелочку с помидорами, так как они будут закладываться в одно время. Но в это же время мы будем ложить лавровый лист. То есть это мы уже подготовили. Чеснок можно положить к зелени, так как мы тоже будем это ложить одновременно. Вы видите, небольшое кипение идет, бульон прозрачный, немутный. И вот уже коренья варятся с мясом. Мясо теперь, в принципе, можно будет достать и уже закладывать дальше овощи. Ну вот мясо я порезала на кусочки и вернула обратно в кастрюлю. Оно покипело еще немного. И теперь я буду закладывать туда картошку. Воду мы слили с картошки и вложим в кастрюлю. Можно теперь уже посолить. Лучше не досолить. На столе кому нужно досолить. Я ем недосоленное все. Картошка поварится минут 5. Потом мы положим помидоры и болгарский перец. И лавровый лист можно будет положить. Сейчас я мощность немножко добавлю, чтобы оно закипело. И сразу же убавлю, чтобы варилось на медленном огне. 5 минут прошло. Болгарский перец и помидоры я кладу одновременно. И лавровый лист. Пусть варится еще минут 5. Потом будем ложить капусту. Минут 5, может быть, 10. Картошка уже, когда будет готова, я просто беру ее вот так вот. Раз. Она еще жесткая. Значит, она должна свариться. Когда она сварится, тогда будем ложить капусту. Потому что капусту нужно варить недолго. И потом зелень и конец. Вообще, в борще очень важно соблюсти пропорции. Во-первых, нужно, чтобы были все нужные ингредиенты. Если одного ингредиента будет не хватать, может уже быть другой вкус. Если одного ингредиента будет больше, другого меньше, также может измениться вкус. Если вы готовите в плохом настроении, также может измениться вкус. И еще важно. Каждый продукт, он варится определенное количество времени. И вот нужно вложить это все в таком порядке, отчитывать время до конца варки, сколько осталось для того, чтобы этот овощ не переварился. Иначе он потеряет свои витаминные и полезные вещества и станет безвкусным. Или он может не довариться и быть тогда жестким. Вот надо варить так, чтобы оно не было жестким. Вот только-только сварилось и уже хорошо. Тогда и будет все нормально. Когда вы приготовите борщ уже несколько раз, там, пять раз, десять раз, тогда вы уже поймете, когда, что нужно ложить, в каком порядке и сколько времени осталось до конца варки. Потом, кто-то любит капусту недоваренную, чтобы она немножко даже хрустела. Кто-то любит ее переваренную, чтобы она совсем была мягкая. Капусту кто-то режет длинными полосками, кто-то короткими. Это не принципиально. У каждого своя индивидуальность и кому нравится как. Многие люди даже смотрят, как мама готовила. И с детства привыкают есть, допустим, вот такой борщ, а не такой. Не надо критиковать чужие борщи, потому что борщ – это вот такое блюдо, которое каждый готовит индивидуально. Но сейчас я стараюсь вспомнить, как готовила моя бабушка и приготовить так же точно. Когда я в юности приходила к бабушке в гости, ей всегда хотелось меня накормить. И она спрашивала, ты хочешь кушать? Я ей всегда говорила, нет, я не голодна, есть не хочу. Она все-таки достанет кастрюлю борща с холодильника, засунет мне ее под нос, понюхай. И вот только я понюхаю этот борщ, все, я уже не могу от него отказаться. Я говорю, ну хорошо, брей немножечко мне. Вот, поэтому борщ может поднять настроение. Может какой-то ваш любимый вас полюбить за этот борщ. Экспериментируйте, не бойтесь экспериментировать. Особенно вначале, ну, экспериментируют все хозяйки. Я всегда экспериментирую. Я уже такое чувствую, запах приятный идет, вкусный. У меня уже аппетит проснулся. Ну, давайте будем уже доваривать наш борщ. Сейчас мы попробуем картошку. Она уже почти готова. То есть она уже ложкой ломается, значит уже все. Можно закладывать капусту. Ну, вот на этот объем кастрюли, вернее, вот на этот размер кастрюли, да, я все-таки капусты хотя бы угадала. Если у вас немножко бульона не хватает, можно долить кипяченой воды. Ну, а если много, вы это увидите еще до того, как будете закладывать капусту, овощи. Можно будет просто отлить. Красивый бульон, да? Жалко, что запах нельзя передать через камеру. Я немножечко долила воды, потому что мы уже кроме зелени и чеснока больше ложить ничего не будем. Можно теперь поперчить немножко, но опять-таки на свое усмотрение. Кто-то любит перца больше, кто-то меньше. Я вообще его чуть-чуть люблю, чтобы немножко было. Иногда мне его просто нельзя даже есть. Сейчас капуста только закипит на медленном огне, она должна у нас повариться минут пять. Кто-то может любит дольше, пожалуйста, можете дольше поварить. Я люблю, когда она не твердая, но не совсем мягкая. И чтобы у нее сохранились все-таки витамины. Когда варите борщ, нужно всегда находиться рядом и контролировать процесс, если вы хотите, чтобы борщ у вас действительно удался, очень вкусный. и чтобы не прозевать, если что-то там побежит, и чтобы не забыть, чтобы что-то не переварилось, всю душу вкладываем в этот борщ. Видите, как слабенько кипит? Вот так оно должно кипеть. То есть не бурлит ничего, слабенько кипеть. Ну вот капуста немного покипела, и можно ложить уже зелень с чесночком. Зелень с чесночком вообще придает аромат невероятный. Но не нужно зелень и чеснок, тем более, варить. Вот оно еще кипит. Оно уже, можно сказать, как обдалось кипятком, оно уже готово. Поэтому сейчас я уже выключаю плиту. Устаточное тепло на плите будет у нас больше доходить. Он должен настояться хотя бы минут 15, а лучше 30. И тогда можно будет его есть. Ну вот я печку уже выключила минуту назад, а оно продолжает еще кипеть. Поэтому с плиты я теперь уберу, потому что минуту покипело и достаточно. И пусть оно уже настаивается в своем горячем бульоне. Ну что, девчата, горщ готов, пахнет вкусно, не могу. Но я дождусь дочу. Сейчас она придет, и мы будем скоро вместе обедать. Оставайтесь с нами. Привет всем. Я приехала с тренировочки, в бассейне поплавала, голодная была, нигде не останавливалась, сбежала домой. И захожу, такой невероятный аромат. Мама сделала борщ, как делает прабабушка моя. Делала. Пахнет очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Соль на столе. Я все делаю недосоленым. Это да. Кто любит досоленым, пожалуйста. Кто любит с хлебом, тоже, пожалуйста. Я буду ездить. Садись скорее. Ты у меня молодец. Ты ездишь хлеба. Тебе хлеб, пожалуйста. Пушать, ты как будто не солила. Не досол на столе, а пересол на голове. Так говорят. Почему так говорят? Ну, поговорка такая. Типа, типа, пересолила настолько невкусно, что я вот так возьму тарел. И на голову вылил. И на голову вылил. Ну, пересолено есть-то невозможно. А не досолено, можно досолить. Ну, да. Мало то, что приготовишь вот это. Да, это ж наверняка... Приготовишь для человека. Ну, пересолил. Ну, влюбилась, может быть. А тебе на голову все это один. Вот это поговорки у нас были в прошлом. Вот это страшные люди придумывали все это. Будешь сметану? Есть сметана. Можно со сметаной. Тебе сколько? Тебе вот столько. А мне, так как я на диете, мне так немножко, чайную ложечку. Я бы еще и поперчила, знаешь. А вот я бы вообще себе не перчила. Это вредно? Я поперчила чуть-чуть, но я это уже чувствую. Я отвыкла от перца. Да? Да, я отвыкла от перца. И, ну, опять-таки, проблемы с желудком уже у всех разные. А мне перец, вот когда я была на холестериновой диете, я что-то не так делала. Перец мне было нельзя, я от него отвыкла. Вот так переворачиваешь и крутишь. Чуть-чуть, все. Я тоже редко перцем пользуюсь, поэтому даже не делала. Вообще, моя бабушка борщ делала очень острым, но она не такой перец ложила, а стручковый. Горько, острый перец, да, стручковый. И она прям туда пол стручка ложила. И он вот, он был вкусный, но он был очень острый. И я ела и плакала. Одновременно слезы текли. Но она говорит, я же готовлю для себя лично. Я ж не знала, что кто-то придет. Я говорю, а ты знаешь, что кто-то может прийти. В любой момент. Да, перца ложи меньше. Вот. Не давала насладиться бабуле перцем. Но это я не одна жаловалась. И мама, и там дядя, в общем, все, кто приходил на площадь. В общем, очень вкусно. Давай продолжим есть. Приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Всем, кому мое видео понравилось. Было интересным, полезным. Оставайтесь со мной. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. А ссылку на меня оставишь под видео? Обязательно. Пока-пока. Пока-пока. Ой, спасибо, мама. Было очень вкусно. А я сейчас растаю пасту. На здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok